Вечером 26 декабря наша команда прибывает в Алмату. Сразу грузимся на автомобиль и через знаменитый спорткомплекс Медео прибываем в альплагерь Туюксу. Альплагерь Туюксу расположен в живописной долине Малой Алматинки на высоте 2200 метров. Добавив к снаряжению и продуктам и еще дрова на три ночевки, участники надевают неподъемные рюкзаки и отправляются в путь. Вот они, первые шаги. Уже палки теряешь. Ну пока улыбочка, все нормально. Ничего я снова пока. Туалетия будет. Рома, надо тяжелее дышать. Наш путь лежит вверх по долине Малой Алматинки. Первый подъем. Давай, Тёма. Ты можешь, я вижу. Нелегко даются путешественникам первые километры подъема. Панорама долины Малой Алматинки. Лес остался внизу. Впереди уже видны марены ледника. Метеостанция Манжелки. Настроение отличное. Оставив лагерь неподалеку от метеостанции Манжелки, на следующий день мы начинаем подъем на пик Амонгильды. Вышли к стоянкам Альпинграда. Продолжаем подниматься дальше. Сегодня здесь проводится альпиниада. И кроме нас на вершину поднимается множество спортсменов и любителей. Долину Малой Алматинки заполнил океан облаков. Панорама горного узла в верховьях Малой Алматинки. Хорошо виден ледник Туюксу. Желописные скальные башни украшают склоны пика Амонгильды. Верхняя часть подъема к вершине проходит по скально-осыпному кулуару. Ну что скажешь? Да скажу. Крутизна подъема здесь достигает 45 градусов. Гора Зайлийского Алатау перед нами как на ладони. Мы таки достигли высоты 3956 метров. Гора Амонгильды. Дальше наш маршрут проходит по леднику Туюксу к перевалу Туюксу. Долина Малой Алматинки все еще закрыта облаками. Поднимаемся на марену ледника. Дальше выходим на ледник Туюксу. Ледник пологий и протяженный. Его длина несколько километров. Сильные порывы ветра несут по ровной поверхности ледника снежную подъемку. Начинается зона ледовых трещин и дальше наша команда идет в связках. Путешественники начинают подниматься на перевал Туюксу. Подъем проходит по снежно-осыпному кулуару. На крутых участках используем перильную страховку. Команда путешественников выходит по перевал Туюксу. Высота 4.100! Зимой это Тигарины с перевала 2А. Перед спуском надеваем кошки. Верхняя часть спуска очень крутая и имеет небольшой карниз, поэтому спускаемся по веревке. Вид на перевал Туюксу с другой стороны. Дальше можно идти на лыжах. Замечательный лыжный спуск по леднику туристов. Огромный ледяной грот в нижней части ледника туристов. Дальше спуск проходит по каменистым крутым маренам ледника. Открылся вид на перевал Северцева и пик Мюды. По глубокому рыхлому снегу путешественники спускаются в долину Левого Толгара. В долине Левого Толгара есть дрова. Здесь мы готовимся встретить новый 2009 год. Вот один, вот второй. Вот отсюда забирай, и более-менее увидишь, которые, как тебе кажется, намазаны. И забирай. По четыре где-то. По четыре. Вот по четыре бутерброда. Успешное завершение вот этого года. Мы находимся в очень интересной горной системе Терна-Теншане. Вот давайте за это выпьем. Вот то, что мы в последний день этого, уходящего года, находимся здесь. В 2008 году в условиях разразившегося международного финансового плана и наценивание экономического русского страны. Первые шесть месяцев года, да, да. Ускорили темпы строительства железных дорог, что во многом... Ура! 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 Желого года! Ура! Вот оно. Утро 1 января. Правда, уже первый день. И так начинается каждый день. Первый нормальный день, да? С Новым годом, с наскупившим. Давай, да, с Новым годом. Ура! Наконец-то народ способен осознавать, где он находится. Видимо, вниз по этой фигне будет катиться очень приятно. Главное майк правильно. Правильно подобрать. Сделящиеся заросли арчи не очень-то удобны для движения на лыжах. Долина левого толгара осталась далеко внизу. Наша команда поднимается все выше к леднику Северцева. Впереди снова виден перевал Северцева и пик Мюд. Выходим на марену ледника Северцева. Небольшой перекур. Прямо перед нами ледник Северцева. А сейчас хорошо видим скально-ледовый массив Пика-Богатырь. Установив лагерь у подножья ледника, наша команда отправляется на штурм Пика-Мюд. Трое самых отважных и сильных участников с вязкой-тройкой начинают штурм вершины. Обходим мощные ледовые разломы у подножья перевала Северцева. Скально-ледовый массив Пика-Мюд прямо перед нами. Натечный лед. Сильнейшие порывы ветра срывают с гребня снежные флаги. Выходим на седловину перевала Северцева. Мастерок, говорю, изрядный, дует прямо в рожу. И не только в рожу, но и во все остальные части тела. Мы оказались в наивысшей точке нашего текущего путешествия. И сейчас еще залезем на почти 200 метров. Давай сейчас попробуем залезть. По разрушенным скалам Северного Гребня наша связка-тройка карабкается на вершину Пика-Мюд. Мы находимся на вершине Пика-Мюд на высоте почти 4500 метров. Пик Комсомола, высота 4330 метров. А это высочайшая вершина Зайлийского Аватау. Пик Талгар, высота 5000 метров. Пик Талгар, высота 4430 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 метров. Подняться на вершину это только полдела, надо еще с нее благополучно спуститься. На льду главная осторожность и внимательность. Наша связка спускается на седловину перевала. Затем спуск покрутовал.